Добрый день дорогие друзья! Вот и прошли новогодние праздники. Закончился мой хлеб, который я всегда пеку и который я выставляла вам рецепт, видео. Многие уже я знаю пекут по моему рецепту хлеб. А сегодня, вот мне сегодня захотелось испечь без дрожжей хлеб. И нашла на просторах интернета, нашла одна, в общем, там блогер, выставила хлеб. Это не хлеб, а лепешки. Они основаны на кефире и на майонезе. Меня это заинтересовало. И я решила, в общем, его испечь. Ну, для этого нужен вот кефир. Дело в том, что я уже начала, в общем-то, дочери дома не было. Она тут подоспела и говорит, мам, давай снимем. Ну, давай. Ну, признаюсь, что вот здесь 400 миллилитров кефира. Кефир я сделала сама. А как я делала? Я вам тоже выставляла этот кефир. Здесь у меня 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка соли. Мне нужно это все уже вот-вот. Я чувствую, вот ложка мешает, чувствую, что там крупинок нету ни соли, ни сахара. Все это нужно размешать. Теперь посмотрите, что мне нужно сделать. Мне нужно добавить вот этот майонез. Вот он майонез. Я вам уже в тот раз показывала, когда мы курицу выпекали. Этот майонез я сделала тоже сама. На редкость удачный майонез получился. Надо его тоже сюда. Сколько там? Надо 3 столовые ложки. Ну, сколько тут осталось? Я так думаю, ну, наверное, будет 3 столовые ложки. Да, ну, пусть 2,5 столовые ложки. Пусть. Без горки. Да, получается так, если без горки. Сейчас я все соскребу, сколько у меня есть. Потому что потом нужно будет новый майонез сделать. А это его недолго делать. Просто я хочу сейчас для лепешек этот майонез использовать. Вот 2 уже и еще почти 3. Ну, вот где-то. Почти 3. А если еще хорошенечко по сусекам поскрести, то можно, наверное, и до 3 наскрести. Вот. Ну, все, дорогие друзья. Теперь нужно все это хорошенечко опять размешать. Будем мешать вот так. Так, консистенция, чтобы была однородная. Теперь посмотрите, что у меня вот здесь. Пока я мешаю одной рукой, левой показываю вам, у меня вот здесь 650 граммов муки. Вы видите, я это взвесила и высыпала в ситечко сразу. Вот в это ситечко. В эту муку мне предстоит добавить 2 столовые ложки разрыхлителя. Этот разрыхлитель я сделала тоже сама. Вот. Я сейчас вот так его высыплю. И вместе с мукой этот разрыхлитель, в общем, про это самое. Просею. Просею, да. Не сразу иногда почему-то слова подбираются. Вот. Немножко прохладненько, поэтому майонез как-то не очень хочет растворяться в этом деле. Было бы потеплее, конечно бы, быстрее все это дело. Ну, это надо будет потеплее, да? Да. Ну, ничего. Мы замесим это тесто, и все это придет в однородную массу. Ну, уже вот так. Пусть стоит. Теперь вот посмотрите, мне нужно муку обязательно просеять. Что я сейчас и собираюсь сделать. Так, надо нам другое ситечко купить. Все-таки это не совсем удобно. Это вообще не сито. Это же это. Это. Ну, корейское, как оно, типа вместо дуршлага используют его. Ну, я вместо ситечко, потому что мне нравится. Я не столько просеиваю муку для того, чтобы там что-то отыскать, какой-то мусор. Да, конечно, никогда, вот сколько я здесь живу, никогда я не встречала здесь никаких ни соринок, ни палочек, ни тем более насекомых. Просто я просеиваю для того, чтобы обогатить кислородом. Ну, тут такого вообще нет, не встречала. Вот я вам честно говорю, скоро пять лет, как я сею эту муку. А сколько я за эти пять лет тут корейской муки это переработала. Потому что здесь, вы же знаете, хлеб в Корее не купишь. А если и купишь, то он такой мягкий какой-то, непонятный какой. Для сэндвичей. Да, непонятно какой хлеб. Для тостера. Ну, не знаю. Они его обнаивают в тостере. Мягкий, мягкий какой. Этот хлеб с супом, с борщом он как-то не очень. Все, вот я просеивала. Сейчас я уберу это все вот так. Вот так сюда. Все это. И начну я сейчас вот так частями муку эту вот так. Частями. Ладно. Ну, где-то в четыре приема. Поделим на четыре приема. И вот так будем замешивать это тесто. И я думаю... А, хочу вас предупредить, что мы не будем в духовке петь. Это будут лепешки. Давно, кстати, я не пекла лепешки. Все время хлеб, да хлеб, хлеб, да хлеб. На сковороде? А, на сковороде, прямо на плите. На газовой плите, да. И мне стало самой интересно, сколько же можно дрожжевой хлеб этот печь. Так, еще добавим. А что это стоит? А это плита, кстати. А это, да, я приготовила эту плиту. Для чего? Для того, чтобы тесто прохладно в квартире как-то. 20 минут нужно тесто оставить для подъема. И я специально достала вот эту электрическую плиту. Включу там вот этот на 40 где-то градусов духовку, чтобы тесто успело подняться. Не жарко? Нет, 40 градусов. Это температура тела почти. Будет сама нормальная. Температура тела человека 36-37, а это 40 градусов. 36,6. 36, 36-37, я говорю. Так, ну вот, хорошо замешивается. Ну вот, это третий раз уже. Так, что-то сегодня мне вот захотелось, мне не печь мои буханки хлеба, ну, такие в привычном понимании. А в интернете там хлебов этих, каких только, каких только нет. И вообще-то мне хочется все рецепты испробовать, испытать на себе. Ну, это первый раз ты делаешь, да? Вот это, да, лепешки я первый раз, признаюсь, я первый раз. Ну, сейчас посмотрите. И тем более, я так посчитала, что раз без дрожжей, значит, это быстро. Не надо ждать, ставить тесто на расстойку. И думаю, что это будет очень быстро. Вот и все. Вот все ингредиенты, они уже вот здесь замешаны, понимаете? Мне показалось, что рецепт этот очень такой простой. А посмотрим на выходе, что из этого получится. Все. И теперь последний раз. Вот. Ну, по описанию вроде бы должно получиться мягкое эластичное тесто. Вот и все. Так. Все. Теперь руками надо домешивать. Вот таким образом. Ну, получается мягенькое такое тесто, не тугое. Мягенькое. Ну, наверное, так оно и должно быть. Посмотрим, что получится из этого на выходе. Друзья, вот тесто наше замешано. Посмотрите, мы накрыли его пищевой вот этой пленочкой. И духовка у меня, как помните, на 40 градусов я поставила. И мы сейчас поставим это тесто в теплое место на 20 минут. Я засекаю время отдохнуть на 20 минут. Вот. Вот так. Ровно 20 минут. Потом просигналит. Да, я на часах могу без 10. 3. Все. Ждем. Так, друзья, 20 минут прошло. О, как тут тепло, тепло. Вот тесто. Оно, конечно, не очень поднялось, но тесто тепленькое такое. Сейчас мы все открываем. А мне кажется, немножко поднялось. Чуть-чуть. Ну, оно и не должно подняться. Так, мы сейчас припылим немножечко вот так. Да, липкая, потому что все-таки это на кефире, это не дрожжевой. Лопатки. Так. Все. Тесто такое податливое, конечно, хорошее. Мне предстоит сейчас это тесто поделить на 6 равных частей. Я сейчас такую вот колбасочку сделаю. Поделю на 6 равных частей. И потом из них будем формовать лепешки. Так. Сейчас. Вот у меня тут подготовила я. Так. Пополамше. И на 3. Так. Все-таки здорово. Разделю. Потом буду делать из каждой частички кругленькие колобочки. Ну, где-то, может быть, не совсем получится на ровные долечки. Так. 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 Не откидываешь? Так. Мягкий. О, это чувствуется в руках, что больше этот колобочек. Ну, ладно. Так. 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 Это самый маленький. Вот так. Маленький? Угу. Где-то самый большой. О! О! Ой. Сейчас. Так. Вот получилось 6 колобочков. Я сейчас что сделаю? Я сейчас поставлю сковородочку на огонь. И масло чуть-чуть нужно будет налить нам. Вот эту сковородочку взять. Ты думаешь, наверное, это? Нет? Нет, наверное, это и хватит. Так. Так. Нальем чуть-чуть. Много не будем. Все. И... Вот так. Ну, первой лепешечке больше всех, конечно, достанется. Так. Пусть греется. Все. Начинаем лепешечку формовать. Давай скалкой. М? Скалкой. Вот что, ровная ступает. Ой. Дурка получается. Сейчас. Плохо я все-таки, наверное, сделала. Сейчас скалочку достану, попробую скалкой. Что-то у меня голова закружилась. Ну-ка, на глаз. Смотрим. Нормально. Раскаленную надо? Да. Ну, надо, чтобы не сгорело, конечно. Так. Итак, первая лепешечка отправляется в сковородку. Неудобно, надо здесь катать. Не, ничего. Нормально? Намедленно надо? Ну, да, конечно. А то сгорит все. Так. Вот, буквально 2-3 минуты прошло, а уже, видите, вон, пузырится. Пузырится. Я думаю, что не сгорит. Сгорит. А внутри сырой будет? Нет. Ну, пусть печется, а я тем временем вторую лепешечку раскатаю. Пока первая лепешечка жарится, вторую готовим. Ну, что? Я думаю, будет съедобно. Надо, чтобы вкусно было. Да, ну, если нам понравится, будем чаще печь, чтобы... Посмотрим, что лучше, дрожжевое или все-таки на кефире с майонезом. А майонез зачем? А майонез, он, наверное, ну, как-то жир придает. И, наверное, там в майонезе тоже же есть и яйцо, и масло растительное в майонезе есть. Потом, значит, лимонная кислота, горчица немножечко, соль, сахар. Так, ну-ка, что у нас тут? Лепешка меньше стала. Да, можно чуть побольше. Ну, вид аппетитный. Ну, да. Так, сковородки у нас хорошие такие. Хорошо печется. Пусть печется. Я не буду заранее раскатывать. Можешь крышкой, нет крышкой? Нет, не надо крышкой. Пусть так. Друзья, лепешка наша готова. Готовность я вот шпажкой проверила, потыкала. Вообще теста нету. Все. Первая лепешечка у нас готова. Я чуть-чуть еще масла налью. Ну, что же другие лепешки обижать без масла? Вот так. Так, и все, посмотрите. Чуть-чуть, буквально несколько капель. И надо прибавлять. Я наоборот убавляю. Сковородка так сильно греется прямо. Вот эта первая. Да. О-о-о! Какая лепешечка красивая. Она сейчас немножко ужмется. Как раз будет. Так. О, сразу пузыри стали. Сразу появились пузырьки. Вот. Хотите, можете сливочным маслом смазать. Но дело в том, что эти лепешки можно и с первым блюдом, можно и со вторым блюдом, можно с чаем, с молоком. О, все, 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 все. Пошло, пошло пузыриться. Ой, нам понравится. Я, наверное, часто буду их печь. Слушай. Еще мы не пробовали. Нет. Я уже вижу, что, ну, меньше труда, чем с дрожжевым. Дрожжевое тесто я три раза на растойку ставлю. А здесь раз, два. Дрожжевое, видишь, печется. А это жарится. Ну, ничего. Тоже это не очень. Можно себе позволить иногда. Иногда можно. Так, а ну-ка заглянем. Только положила, мама. Ага, бледно еще, бледно. Пускай жарится. Ага. Друзья, посмотрите, какая вторая лепешка у нас красивая. Равномерный узор вот этот прямо. Включи вам свет вон там. Дотянешься? Ха-ха-ха, палкой. Ха-ха-ха. Руки коротки. О, все. Вот, видите, как красиво, равномерно, равномерно. Первый у нас как-то, первый блинком. Вот. А этот сейчас, ну-ка, посмотрим. О, все. Готов. Вот он. Вот так, надо только горячее. Надо как питу печь без масла. Вот так, да? Да. А давай попробуем вторую. Давай. Я чуть-чуть вот остатками смажу. Да, да, да. Вот так. Вот это питу пекут, они же на сухой сковородке. Давай. Итак, друзья, мы все испечем, а потом включим, покажем вам наш итоговый результат. О, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ага. О, еще и растянулась, пока несла. Ну, как раз она сжимается, да? Ту-ра смена. Угу. Музыка. 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 Друзья, наши лепёшки готовы. Вот посмотрите, что у нас получилось. Шесть лепёшек испекли. Одна маленькая. Да, одна маленькая. Хочу сказать, что во время этого процесса я неустанно любовалась на вот эти пузыри, которые возникали по всей поверхности этой лепёшки. И было очень забавно наблюдать. А теперь я хочу снять пробу. Я хочу вот так отломить уголочек, показать вам. Вот, как видите, всё это пропеклось. Давайте я попробую. Нормальный хлеб. В меру солёный, в меру сладенький. Надо говорить, вкусный, вкусный. Вкусный, вкусный, да. Ну, прямо с ума я не схожу, конечно, но вкусный. Ну, как от хлеба с ума можно не сойти, что тут очень красиво, да? Вкусный? Ага. Нет, правда, неплохо. Нет, правда, неплохо. Теперь, когда мне вот будет некогда с дрожжами возиться, захочется лепёшек, всегда можно прибегнуть... Когда надоест. Да, когда надоест. Можно прибегнуть к этому рецепту. Поверьте мне, что это не очень трудно, если есть майонез, если есть кефир. Особенно у нас там, где мы раньше жили, кефир не проблема, майонез не проблема. Это здесь в Корее проблема, потому что всё приходится самим, своими руками делать. Вот обратная сторона, как выглядит. Вот. Ну, красиво, конечно. Вот очередная ещё лепёшка, да? Ну, хорошо. Нет, правда, вкусно. Я бы с удовольствием ещё намазала вот сюда сливочное масло и с чаем, с казахским, попила бы и поела бы. Сейчас покью. Вот, да, если вам понравился рецепт, пожалуйста, испеките, но не пожалеете. Замечательно. Пока-пока на этом всё, а я хочу ещё кушать. Пока-пока, до свидания, пишите нам, что у вас получилось.